О, сколько нам открытий чудных Готовит просвещение дух Я опыт, сын ошибок трудных Родителей несчастных двух Добрый день! Я бы даже сказал, добрый безалкогольный вечер Сегодня в цикле Месячные аномалии Программа Программа Невероятно очевидна, или НЛО НЛО не просто тарелка А здесь На эту животреблящую тему В нашей программе Любезно согласился Побеседовать Известный отечественный Фуфлолог Магистр Аномально-балаваичных наук Хиромант И педагог Эсмеральд Петрович Скобарьман Добрый вечер Да! Добрый вечер, друзья Я говорю, и да Говорю я Есть аномальные явления Друзья мои Вы сидите, смойте телевизор Вдруг Бац! Глядь под диван А там Аномальные явления И именно Такой случай Подошел Тот недавно со мной Ну что, именно Именно такие Явления Происходят С нашими Телезрителями О чем они Присылают нам Свои Письма Телеграммы Подчас Просто записки И видеоматериалы Я предлагаю Сейчас Обратиться К видеоматериалам Будьте Добры Пленку Да, пожалуйста Я сейчас Расскажу О своем Контакте С инопланетной Цивилизацией Я сейчас Не пью Послезавтра Будет Три дня Как Ну а раньше По молодости Три дня назад Всякое Было, конечно Мешали Портвейн Портвейн С бальзамом Битнера Ну потому что И чтобы ей приятно И полезно Для здоровья А тогда В тот день Как сейчас помню Мы шли с Васей После трудового дня Шли беседовали И вдруг Я себе помню На галстук наступил Рукой Не ногой Тогда еще не заправлял Тогда не модно было заправлять Сейчас заправляю Вот Останавливается Инопланетный аппарат Металлический Желтый такой И сбоку Главное Я что помню Написано Мили Мирисянская Мирисянская Написано Я сразу прочитал Мили 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 Милисянская Написано Фонари оранжевые Вот Я как учили Отчетливо говорю Здравствуйте Жители Другой цивилизации Я вас Приветствую От всех Землян Земли Вот Выходят Здоровенные Амбаны Все в сером Здоровенные Такие Все в сером Вот И где-то Мне кажется Я их уже видел Вот Выходят Я так сразу Смехнул Скафандры И насоси Раз Под руки Насоси Раз Под руки И в свой Аппарат Летательный Я еще Обратил Внимание Что у них Решетки На Иллюминаторах Ну Чтобы Не сбегали Там Подопытные Существа Там Зайцы Всякие Обезьяны И Простынь Мокрая Как будто Они под водой Живут Или Простынь Стирают Я не понял Я сам Редко Стира Вот Как добрался До дома После Этих Страшнющих Опытов Их Марсианских Я не знаю Но хочу сказать Дорогие Жители Инопланетной Цивилизации Верните Полтаху Вам она Не очень Нужна будет После Опытов А нам С Василием Пригодится Да Вы знаете Это типическое Явление Я уверен Что просто Сквоши Рядом Инопланетяне Берут Наших Земных Жителей Для того Чтобы взять У них Анализы Пробы Я позволю Себе Перебить Вас Дорогой Фуфлолог Но анализы Берут Не только Инопланетяне Конечно Не только Но инопланетяне Берут Своими Инопланетными Целями И у них Есть на это Средство Поэтому Я советую Всем нашим Зрителям Выходя из дома Брать свою Фуфологическую Рамочку Брать метр Искать Много денег Документы Потому что Все это Может пригодиться В процессе Контакта С инопланетян Да Ну что ж Я напоминаю Что в гостях У нашей программы Известный Отечественный Профессор Фуфлолог Господин Скабарьман А сейчас Я предлагаю Прерваться На небольшую Аномально Фуфологическую Паузу Да Профессор Скажите Овладеете ли вы Лично Какие-нибудь Парапсихологическими Способностями Да конечно же Владею Друзья мои И всего лишь Один пример Вот Крабок Я его кладу И сейчас Буду двигать Буквально На ваших глазах Глазами Ча Ча Чудеса Чудеса Но я могу Двигать буквально Большие предметы И буквально Недавно На даче Буквально Пофессор Головко И отдвинул телевизор Это было великолепно Спасибо Но это не появилось Спасибо К сожалению Время нашей программы Ограничено Нам пришел материал На эту же тему Из Псковской губернии Из деревни Большие пнюхи Давайте посмотрим Этот материал У меня Я женщина Одинокая Но образованная Телевизор Читаю На выборы Хожу Не то что Соседи мои А тут Я сразу Поняла Портергей Это Понимаете Я здесь Всюду Репей И турнепс Садила А с некоторых Пол стал замечать Турнепс Там будет пропадать Понимаете И следы Остаются Очень странные Я сначала думала Что это Животное какое Поставила капканы А на утро Нашла там записку Простите Вот она Я хоть по Иностранному То не понимаю А сразу поняла Инопланетяне Это Я из района Фуфлологов вызвала Фуфлологи Долго по полю С какой-то рогатиной Бегали А потом Сказали мне Марфуша Действительно Инопланетяне Это Я им говорю Вы хоть Краем глаза Дайте мне на них Посмотреть А они говорят Корни нас Тетка Пои Все тебе покажем И главное Первача побольше Очень уж Это Для контакта Нужно Бывало Возьмут Первача И на весь день Идут в поле Только один Маленький Такой Шустренький Прибегает Через каждые Два часа Дай Говорит мне Тетка Еще Первача Для контакта Нужно Я ему Все-все Отдала Что у меня Было А потом К зиме Не стало Ни фуфологов Ни инопланетян Этих Я их Всюду Искала Искала Но Нигде Не могла Найти Из-за этого Турнепс Не посадила Первач Не из чего Было Гнать Может быть Поэтому Они Исчезли Да Ну что ж Спасибо Ну это вполне Типично Я отвечу Просто Сразу же Непосредственно Покомментирую Дело в том Что инопланетяне Могут жить Только при 40 градусах А здесь 40 градусов Не было Но естественно Они улетели Поясните Для наших Телезрителей 40 градусов Это шкала Цельсия Или Рентгена Это По Менделееву Голучик И вот тут Мы как раз Подходим Полностью И целиком К проблеме Озаряженной До 40 градусов Воды Возьмем Постой Стаканчик С водичкой Попробуйте Пожалуйста До чистоты Эксперимента Что Просто вода Да Вода Да Буквально вода А сейчас Я ее заезжу До 40 градусов Пожалуйста Без всяких дорожей Попробуйте Теперь Вот Типичный Случай Моей Параболической Патологической Методики Прошибай Прошибай А сейчас В нашей программе Клиповая дыра Я вижу Вы очень напряжены Я сейчас сниму Это ваше напряжение Буквально А Спасибо Расскалилось Буквально Давайте вот здесь Я вижу у вас там В почках камень Сейчас мы его раздобим Я помещаю его сюда Смотрите внимательно Добрый день Добрый день Ничего Пошел парашотик Смотрите В парашотик Тирай вашу камень Сейчас все это высиндем Вот так Спасибо Вот Камни у вас там больше нет Как прочим и прочим Все в порядке Сюжет пожалуйста Еще один сюжет В нашей программе Звуковое письмо Здравствуйте дорогие друзья Я позволю себе Сразу представиться Меня зовут Иннокентий Степанович Шкребюк Конечно Вы меня знаете По тем многочисленным Письмам и телеграммам Которые я Беспред Беспредственно пишу В адрес вашей редакции Но именно сейчас Именно сегодня Мои друзья позволили Мне написать вам Звуковое письмо За что им большое спасибо Спасибо вам Спасибо большое Благодаря Гласности и перестройке На пять лет раньше Срока указанного В контрактном договоре Мне удалось Мне разрешается Обнародовать Своё настоящее звание И фамилию Меня зовут Иннокентий Сморчков Полковник госбезопасности Интересно и поучительно А ведь писал Как скрипук Да Да Уже 30 лет и 3 года Я обладаю Уникальными Телепатическими способностями Уникальными Телепатическими способностями Которые Беспрестанно Используются Государством И органами Разведки В наведении Телепатических Мостов С разведками Других государств А вот вы Типа офисы А вы в своих работах Отвергали Возможность Построения Телепатических Мостов Не ошибается Тот кто ничего не делает Это да Благодаря мне Был приостановлен Карибский кризис Было Остановлено Вторжение Лаосов Во Вьетнам И Кризис В районе Фолклендских Мальвинских Островов Я сплю По полтора часа В сутки Уже на протяжении Три Тридцати лет И трех Годов Я не могу Позволить себе Расслабиться Иначе Миллионы И миллионы Жителей Планеты Земля Останутся В состоянии Кризиса Вот и сейчас Меня зовут Мне пора идти Для налаживания Телепатических Мостов С монгольским Хурулданом Спасибо Хурулдану За это Хурулдан Мой Хурулдан 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 Знаете Очень интересный случай Очень интересный случай И я бы таких людей Брал бы Помещал бы В колбы И экспериментировал 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 Вы знаете Вот взять например Вашу тючень Долубчик Нет Спасибо Возьмем Я не хотел бы Некоторые из моих органов Я не хотел бы Обнародовать Телевизионно Хорошо А в нашей программе Еще на одна Клипово-фусологическая пауза Вот мы вытягиваем Ваши кишочечки Голубчик Надо Надо Ну что Упирайтесь Я вас прошу Не упираться Голубчик Уберем ваши кишечки Вот они хорошие Какие Давайте мы их Пополучим Здесь пополучим Немножечко Вы там посидите Спокойненько Не надо прыгать А теперь Обратненько Вот теперь Все нормально Они будут работать Я думаю Что же им еще там делать Лучше новых двух Я думаю Ну что ж Примерно на эту тему К нам пришел сюжет Из Подмосковья Из подмосковного городка Красные богаты От семьи Пентюхова Ой Давайте мы посмотрим Давайте посмотрим Я Пока Сама Не встретила Конечно не верила Потом встретила Поняла Наши мужики То ли дело Инопланетные Никакой глупости Грубости Только подходит Ручку целует И по плечику хлопает Я потом только поняла Что они так размножаются Типично А я хоть и шофер Дольнобойщик А в этих инопланетян Всегда верил Потому что с детства Я тянулся к науке Я занимался В астрологическом кружке Я Мне главное Все говорят На базе нашей Что дескать Васька Дурак ты фофан Какой я дурак фофан Если я всегда брал Первые призы По математике По алгебре Вот А тут конечно Немножко засунивался Потому как приезжаешь С рису Ботинки чужие Потом чужой пиджак Но когда Нашел под подушкой батарейки Сразу понял Не обошлось без инопланетяна И главная жена Сама сразу Все честно сказала Да дескать Приходят инопланетяне Прибывают Ступают с ними Связь Контакт Понимаешь Вот Жалко только Что сам Я их никак не могу Застать Понимаешь Только уйду В рейс Они ко мне Я уж специально Оставался Специально Брал Подсоюзные линии Выходные Но никак Понимаешь Не получается Спрашиваю жену Как они Себя сами Чего Она говорит Не помню Говорит Была в литургическом Сне А сами Говорит Они То зеленые То красные Последний Был черный Вот такая у нас Семья Москва Кассиапия Ну что же Случай Полно типический И вполне Объяснимый Вот Возьмем Обыкновенный Гафик Давайте Покажем Давайте Покажем Телезритель Дай гидузя Вот Ось Иг Это Командировки Василия Ось Икс Это Посещение Непланетян Жены Они Обратно Пропорциональны Что означает Что собственно говоря У Василия Отрицательное Плохая энергетика Которая Ведна Просто таки Для наших Инопланетян Поэтому скорее всего Можно предположить Что инопланетяне И Василий Никогда Не встретятся Ну что ж Я считаю Что более подробного Комментария Полученному Сюжету Дать Невозможно Я думаю Что самое время В нашей программе Небольшую Но Музыкальную Клиповую дыру Вот Сколько Нам Открытий Чудных Готовит А каких же чудных Голубчик Никаких чудес Я не увидел В этой программе До сих пор Потому что Все вполне объяснимо Зауядные Аномальные явления Зауяднейшие Вообще Обыкновеннейшие Обыденнейшие Я бы сказал Инопланетяне Все научно объяснимо Позвольте Как вы объясните Такой факт Какой? Я вчера Вышел на улицу Так Забыв Угадайте что? Зонтик Зонт Так И начался Угадайте что? Дождь Да Хм Ну а какой был ветер? Вы задумались Слабый Слабый Так Фазу луны Не было А эзотерическое Равновесие Да Что да А что эзотерическое Равновесие? Ммм Ммм Загадка Вот так От загадки К загадке Приходит Одна программа В другую программу В месячном Цикле Очевидное Невероятно Оставляю в конце Знак Вопроса Если вопрос Поставить правильно Он будет Еще долго стоять До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»